Какие у вас есть темы на канале, которые больше всего вызывают отклик у людей, которые вас смотрят? Я думаю, всех интересует политическое убежище у нас именно, потому что мы приехали именно по политическому, ну как бы подальше. Большой интерес к теме? Очень большой интерес, очень много вопросов, это как, кто, как. Но вы отвечаете? Да, безусловно, очень просят рекомендовать адвоката. У вас нет ощущения, что тема политического убежища какая-то такая серая, то есть не черная, не белая, а серая, скрыто, недоговорено, какое-то чего-то по умолчанию? Не знаю, вы знаете, когда ко мне лично, обычно я отвечаю на вопросы, Виталику некогда этим заниматься сейчас тем более. И когда меня спрашивают, я не особо скрываю, единственное, что-то личное, наше личное, допустим, какие-то ситуации в жизни, наша именно история, она не особо как бы может и помочь людям. Но если вот так в общем, я никогда не скажу, пожалуйста, я делюсь то, что я знаю, то, что мы знаем. У меня был случай, я вот парня показал из Молдовы, значит, и он так что-то такое сказал, там, я знаю, но он уже все получил, оформляет бумаги на жену, там, детей, которые должны приехать. И он получил дикое количество запросов всяких, там, и он добросовестно отвечал. Но что получилось дальше? Получилось, что его жену затерроризировали там на месте люди, которые не знали, которые, типа, там, помоги, научи, расскажи. Дальше получилось, что люди, да, он там рассказал, что там кто-то ему помог, там, не знаю, машину дал на время. Тот человек, который дал ему машину, к нему было много претензий от других людей, которые говорили, почему же ты нам не дал машину, а ему дал. Адвокат, не то что был в претензии, но был в шоке от того, какое дикое количество людей, неадекватных абсолютно, к нему обратилось, типа, там, вопросами, типа, сочините ли вы мне там липовую историю, могу ли я на вас рассчитывать, там, или еще что-то. И, то есть, как сказать, вот, помимо сигнала полезного, есть еще какой-то фон такой, шум, да, как вот связисты, мы бы сказали, что вот есть шум в канале, а есть сигнал в канале. Вот этого шума много приходит, поэтому это тоже надо понимать, и к этому надо быть готовым. То есть, вот, с точки зрения библейской, да, вот вы как люди верующие, можно сделать хорошее дело, чтобы тебе за это не досталось на всю катушку? Бывает так? Бывает, что и достается. Пока мы живем в таком обществе, наверное, нет. Просто, да, это не совершенный мир, как бы, несовершенные люди, и это невозможно, чтобы ты всем делал добро, а тебе все только добро возвращалось. Не бывает сейчас пока так. Я вам другое скажу. Еще раз, я совершенно неверующий человек, но я как разумный относительно человек, я с интересом читаю разные концепции, я изучаю. То есть, я могу поставить себя на место вот этого, 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 и посмотреть на одно и то же с разной стороны и так далее. Поэтому некоторые говорят, что я, там, пятикнижник, там, какой-то, там, дохристианский, там, или что-то, но, ну, сейчас, Ветхий Завет, там, почитал, так уже и пятикнижник. Но, неважно, но я люблю просто как-то увидеть это в современном мире, да, вот, как вот та же история, но сегодня, они же все вот вокруг нас. У меня такое ощущение, что я вот один из тех, кто там вот писал, вот в то время, понимаете, потому что оно же все тут, оно же никуда не делается. Так, сколько мудрости там. Ну, да. И вот, с точки зрения вот этой мудрости, с точки зрения этого видения мира, что ли, когда мы смотрим на людей вокруг нас, я пытаюсь сформулировать, Ну, вот, у вас не возникает там много-много ассоциаций? Вот, тут история, там история, здесь история, и ты увидишь, что это уже было, и это было, и это было, и все написано, и вот, у вас есть такое? Ну, только если пророчество, я просто не очень, было, то, что написано, и то, что мы видим сейчас. Да, вот, а мы увидим сейчас, и думаем, боже, так это же, может, это было, это было постоянно. Я тоже скажу, мой отец как-то посоветовал мне прочитать книгу Леонида Соловьева «Повесть о Хаджи на Средине» и «Очарованный принц». Я долго брыкался, но когда я прочитал, я закончил читать, и опять начал читать заново, потому что вот эта вот простая мудрость, и ты видишь, что это было всегда, народ боролся за какие-то свои права, и всем хотелось жить, ну, как, справедливо. Вот, вот, но кто-то хочет легким путем, и все сразу, а кто-то понимает, что надо какую-то схему, какой-то путь, вот, и, так и здесь, бывает, люди пишут, скажите нам, вот, что нам написать, что мы тоже хотим в Америку, вот. Мы не знаем, мы не придумывали историю, мы не знаем, что придумывали, и мы вообще не советуем этого делать, потому что на чистую воду выведут, ну, как бы, тут же. Я видел исследование, которое проводилось некоторое время назад, там, комиссии Конгресса США, они, значит, пришли к выводу, что только 30% истории чистые, а 70% либо явный фрод, либо есть, как бы, серьезные признаки считать это фродом в политическом убежии. Они не наказывали никого, они просто пытались понять ситуацию. Вот такое исследование по документации шло, они говорят, ну, 30% чистые, а остальные сомнения. Или явный фрод. Поэтому есть такое, бытует мнение, что наряду с тем, что врать нельзя и так далее, бытует мнение, что только врать и надо. Потому что, если у тебя нет истории, ну, ты тебя сочинят, что такое? Такое же тоже есть. Нам предлагал один из адвокатов это сделать, мы даже на это не пошли. Мы обратились к Светлане, к порядочному адвокату, который действительно, ну, она... Так вам еще не назначили, да, собеседовать? Нет. Сейчас говорят, что очень долгое ожидание, очень долгое. В связи с тем, что большой отток, резко увеличились сроки ожидания, и сейчас уже говорят, что 700 дней. От 700 дней. А мне, знаете, вот говорят, вот возвращаясь к тому, что блогеры имеют, ну, общение с большим количеством людей, мне иногда вот пишут такие слова, что вот вы не знаете Россию, вы уехали 25 лет назад, там, вы ничего не знаете про Россию, там, да, да, да. И это касается больных каких-то вопросов, там, у них там, ну, какая там будет сейчас экономика, Крым, там, еще что-то такое, Донбасс, там, Путин, там, я не знаю. И вот, вот вы не знаете, там, и так далее. Я думаю, странные какие люди. Во-первых, они не понимают, что в самой России полно людей, которые со мной вполне разделяют мою точку зрения тоже. Я, может быть, не отношусь к большинству, но вот, когда говорят про 10% или там 9%, которым стыдно за то, что происходит, ну, вот мне стыдно. Вот я и в Москве жил бы, мне было бы стыдно, мне и тут стыдно. Знаете, вот здесь полно народу, которые кричат из наших, да, которые говорят, надо было до Одессы дойти, надо было вообще все там... Вот тут в Америке живет, он же под 30 лет живет, и вот так. Поэтому дело не вместе, где он живет. Ну, это первое. Второе, они не понимают, что у нас, вот которые в блоге, да, у нас в 10 раз, в 100 раз общение с людьми, которые живут абсолютно по всей территории бывшего СССР, чем у тех людей, которые думают, что они там живут, так они лучше знают. Он там живет и знает там 25 человек. И то, что ему по телеку совруют. Он с каждого города, с каждой области. А там все уду. Вот я помню, там человек, говорит, вот там в Славинске, когда вот там все это бои шли, он говорит, вот сижу, говорит, там дома, там миномет стреляет, тут, значит, там, это, значит, соседние подъезды, там, из пулемета стреляет, там, и так далее. Другой, я там сижу, там, в Донецке, там, да, когда еще бои шли в аэропорту, значит, там, отовсюду. Из Симферополя, из Ялты, там, из Керчи, откуда, то у меня только из Крыма, может быть, там, ну, не десяток, но близко к тому точек, там, в Часарай, там, и Феодосия. И любое место на карте называют, и там есть люди, которые нас смотрят. Понимаете, сегодня с девочкой беседовал, она моя онлайновая студентка, может быть, мы завтра с ней еще интервью застим. Онлайновая студентка, профессиональная волейболистка. Ну, то есть образование не экономическое, но она профессиональная волейболистка. И она взяла наш класс онлайн, а живут они сейчас в Алма-Ате, а так они из России, играли там в Алма-Ате. Так она взяла у меня онлайновый класс и устроилась тестером. Ну, она, в общем, какой-то путь она прошла. И вот я сегодня с ней как раз перебросился, и она говорит, ты знаешь, в компании, где я работаю, в Алма-Ате, она очень довольна, она тащится совершенно от этой работы, молодая девчонка. Вот, и говорит, у нас многие смотрят ваш канал, я бы в Алма-Ате, в одном месте, там, черт возьми, я ребятам привет передаю в Алма-Ате, кто смотрит наш канал, в общем, ну, потрясающе. Поэтому у блогера, на самом деле, много чего перед глазами. Другое дело, то, что мы видим, мы все равно фильтруем, и фильтры у всех разные, это правда. Ну, что же, то есть вы такие добрые блогеры, вам никто там, это самое, не угрожает, там, ничего, ну, это хорошо. Один раз было угрожаю, вплоть до того, что якобы на нас жалобу в соответствующей капитан-станции, я даже не поняла, сразу заблокировала и переживала. Что вы чего? Что мы каким-то обманным путем обманули в этом при въезде офицера, а сами подали на убежище. А вот этим предателями вас не называют? Ну, пару раз называли, тоже, я говорю, не так много, но бывало. Ну, то есть, помелочным. Да. Ну, хорошо. Ладно, давайте мы тогда будем, может быть, там, прощаться, я знаю, что вам надо ехать в Сан-Франциско, вы к нам по пути, всю ночь не спали, да? Ребята, на ночь не спали, посмотри на них, как огурцы тут, понимаешь? Значит, и так, вы хотите что-то сказать ребятам, которые смотрят наш канал? Понимаете, у нас их относительно много с точки зрения того, что подписчиков там 72 тысячи, но с точки зрения того, что каждое видео смотрят, там, может быть, ну, там, 30 тысяч. 3-4-5, может быть, редко смотрят больше, поэтому вот этим 3-4-5, которые посмотрят. Там есть что-то такое сказать? Можно я скажу? Давай, если. Нужно. Есть такая популярная тема, значит, в отношении мечты, если, ну, там, всегда иди к своей мечте, если ты не можешь идти, ползи к своей мечте, если не можешь ползти, ляг и лежи в направлении своей мечты. Так вот. Ребята, это не работает. Если вы не будете ничего делать, ваша мечта не исполнится. Поэтому действуйте. Ну, раз мы уже так, я хочу сказать, что в теории этого вопроса, как бы, есть разделение существенное между мечтой и фантазией. И говорят так, что фантазия, это такая вот, ну, желаемая вещь, которая не ведет к действию. Вот, когда ты фантазируешь о чем-то, действие не требуется. А мечта, уже мечта. Это такое сильное желание, которое побуждает к действию. Поэтому, как перевести к действию? Конечно, самое главное в этом во всем перейти к действию. Это правда. То есть, если у вас нет подзыва к действию, у вас и мечты-то нет. Вы в фантазиях живете, в мире таком иллюзорном. Вот, покурил там и пожалуйста. А можно не покурить и все равно там же быть. А вот, когда у тебя действие пошло, вот тогда у тебя есть мечта. Вот тогда ты всего можешь добиться. Правда так вот уже? Когда пошел. И я бы сказал, что не надо бояться делать ошибки. Ну, во всяком случае, не такие там, допустим, вот сидел свои пять лет и снова честный. Нет, я имею в виду ошибки. Не надо бояться ошибок. Что тебя там кто-то не поймет, или там кто-то тебе, я не знаю, скажет, что ты не прав. Это опыт. Это. Ну, как вы относитесь вы к тому, что есть родственники, друзья, которые тебя не понимают. Они говорят, а они вроде тебя даже любят. Понимаете, они в твоем, так сказать, в лучших твоих интересах. Они тебе говорят, не делай этого, не делай так. Зачем оно тебе нужно? Мои все родственники, не помню, твои, по-моему, тоже были все против. Против нашего отъезда. При том, что они тоже верующие или нет? Нет. У нас никого, кроме нас. Ага. Но они вас не осуждали за то, что вы вот пошли там куда-то? Уверовались. Нет. Мои очень хорошо относятся к свидетелям. Они знают меня столько лет. Я в этой организации. Они видят, что со мной ничего не происходит, только на благо. Но они были против именно поездки в Америку. То есть, как бы... Из чайки зла. Потому что, да, там представили Америку в таком свете, что... Куда вы едете? То есть, все-таки пропаганда работает? Работает. Очень работает. И когда мы только попали сюда, даже не с первого месяца, даже не со второго, наверное, на третий, может, на четвертый, они все-таки поверили нам, что все-таки здесь ничего страшного, что здесь хорошо, и что мы говорим правду, и с нами ничего не происходит, в общем. И даже порадовались за нас. Вот из ваших впечатлений, соображений об Америке, ну вот, таких, если совсем коротко, вот свести к минимуму, так сказать, слов, вот за те, уже даже не полгода, уже больше, что вы здесь, там, 8 месяцев, самое яркое, самое сильное, вот, что вы поняли о том, что здесь, вот, что это за страна такая? Америка – это страна, которая дает возможности, если человек с головой, с руками, то прозябать не будет. Потому что я наблюдал не раз такую ситуацию, когда на перекрестках стоят хомлесс с табличками, там, помогите, дайте еды. Вот, и они американцы, с хорошим английским, да, они имеют гражданство, и мне просто, ну, интересно, что некоторые соотечественники пытаются без документов нелегально найти работу, а эти люди имеют возможности, но не хотят. А я сформулирую тоже пару слов, ну, в нескольких словах свое впечатление. Мне здесь как-то настолько спокойно, мне здесь комфортно, спокойно, я себя чувствую, как дома. Не ощущаете негатива в отношении, там, вот, людей, которые говорят по-русски, которые приехали из России, такого нет? Нет. Нет. В средствах массовой информации, может быть, вы не очень смотрите, но вот там есть какое-то нагнетание, что некоторые считают, что есть. Что, когда говорят, что пропаганда в Российской Федерации, например, антиамериканская, да, пропаганда, всюду, значит, такая ангажированная, что у вас то же самое происходит. Мы, когда приехали в Нью-Йорк, там задержались на три дня, поскольку шел дождь, мы были в номере и постоянно смотрели телевизор, и обратили внимание, что на многих каналах, вот, новостных, практически мало что-то говорится о России. Ну да, там политические какие-то новости, там, встретились Лавров, там, с кем-то из американских чиновников, да, и... Но не было там каких-то таких тем острых. Вот, в Америке свои проблемы, своя жизнь, и копаться в чем-то, вот, это было... Ну, мы заметили это. Да. Здесь, конечно, зацикленность на своих делах. Вот, когда, например, выборы президента, вот, скоро посмотрите, вам предстоит там, осталось недолго. Значит, когда идут выборы президента, и вы смотрите на эту кампанию выборную, ну, уж настолько внешняя политика играет малую роль по сравнению вот с тем, что происходит здесь, да. Это и, там, бюджетные проблемы, это и здравоохранение, и образование, и, там, я не знаю, там, с ветеранами. В основном, конечно, это рынок труда и финансовые вот эти проблемы. То есть, чтобы, допустим, там, чего-то там в мире, уж настолько пофигу. Это правда. Это правда. Ну, что же, ребят, ладно, давайте мы тогда... У меня такое ощущение, что с вами еще увидимся. Вот. Мы будем очень рады. Хорошо. Значит, давайте я вам пожелаю счастливого пути. Езжайте в Сан-Франциско. Вы с Светланой там встречаете, да? И с Светланой, и в посольство нам там, в консульство. В консульство Российской Федерации. Там, что-то, какой-нибудь документ какой-нибудь получить. Надо доверенность сделать. Оказывается, можно через консульство. Конечно, конечно, да. Очень интересно. Я вам советую сделать видео о том, как вы там в консульстве. Вряд ли вам там позволят снимать, но вы спросите. А можете разрешаться, я не знаю. Но, во всяком случае, я предчувствую, что у вас будут интересные впечатления. Я много слышал, да. Я много слышал о консульстве Российской Федерации в Сан-Франциско. Как с людьми разговаривают. И да, да, да. Это известное место. Поэтому, ну, будет правильно, если вы свой опыт какой-то приобретете. Я с чужих слов. Расскажу. Вот, так что. Ладно, давайте тогда скажем всем, как мы говорим. Пока. У нас говорят, что я привет. Неправильно говорить. Надо говорить пока. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok